Буквально за 40 минут мы вместе с вами приготовили весенний салат под названием цыпленок. Чем вам не цыпленок? Привет! Вы на канале у Татьяны. В сегодняшнем видео приготовлен очень классный весенний салатик под названием цыпленок. Такой салат может приготовить каждая хозяйка. В состав такого салата входит минимум ингредиентов. Получается бюджетный, вкусный, оригинальный, в общем-то необычный и увлекательный процесс нас ждет. Давайте начнем приготовление такого салата. Какие же ингредиенты нам понадобятся? А понадобится отварной картофель. У меня 6 штучек, но очень мелкий. Можно 4 крупных картофелины. Морковка среднего размера отварная. 5 куриных яиц среднего размера, тоже отварных. Буженина 250 грамм, копченые. А также понадобится 1 луковица. Можно еще даже покрупнее, чем у меня. Майонез или сметана. Если сметана, берите пожирнее. Можно взять 25% жирности свежей сметаны. Понадобится сметана или майонеза 250 грамм. И, конечно же, соль и перец по вкусу. Так как салат у нас будет слоеный, нам потребуется вот такая тарелка. Я взяла прямоугольную тарелку. В ней мне будет удобно выкладывать слоя. Итак, первым слоем у нас будет картофель. Не забудьте, когда варите картофель, подсолить воду. Берем картофель и натираем его на крупную терочку. Чтобы картофель не прилипал к терке, смажьте терочку любым маслом. Можно подсолнечным, можно оливковым. Выкладываем первый слой картофеля. И, конечно же, формируем яйцо, форму яйца. По желанию можно подсолить и поперчить картофель. Берем майонез или сметану, лопатку и смазываем слой картофеля. Лопаткой это делать очень удобно. Можно, кстати, использовать силиконовую кисточку. Тоже удобно смазывать слоя. Обильно смазываем, чтобы салат получился очень сочным. Следующим вторым слоем пойдет лук. Лук можно замариновать, но так как у меня лук не острый, я его не мариную. Нарезаю мелким кубиком. Можно, кстати, его и натереть. Второй слой мелко нарезанный лук. Лук солим и перчим. Кстати, если у вас дома на подоконнике растет зеленый лучок, можно использовать перышки зеленого лука. Это тоже очень вкусно и очень полезно. Слой лучка обильно смазываем майонезом или сметанкой. Берем буженину и мелко нарезаем ее кубиком. Кстати, в этот салат, если у вас в холодильнике нет буженины, можно использовать отварное куриное филе или запеченное в духовке. Третьим слоем пойдет нарезанное кубиком мясо. Солить и перчить его, конечно же, не нужно. Плотно выставляем третий слой. И не забываем, что у нас салат в форме яйца. Формируем яйцо. Третий слой снова смазываем майонезом или сметаной. Четвертым слоем пойдет отварная морковка. Кусочек морковки отрезаем для украшения. Буквально небольшое количество. Вот так. Всю оставшуюся морковку натираем на крупную терочку. Делаем четвертый слой из морковки. Не забудьте, что морковку нужно подсолить и поперчить. Выбирайте морковку для отваривания ярко-оранжевого цвета. Так она в салате смотрится намного ярче и красивее. Четвертый слой смазываем майонезом или сметанкой. Салат уже приобретает форму яйца. Еще мы его украсим и получится настоящий цыпленок. Осталось сделать последний слой из яиц. Для начала отделим белки от желтков. Дело в том, что белки мы будем натирать отдельно, а желтки тоже отдельно. Так как у нас салат называется цыпленок, который находится в яйце, нам нужно сделать скорлупку из яйца. Это будет низ салата, а верх салата будет желтком, то есть маленьким цыпленком. Поэтому я взяла салфетки и делаю скорлупку, то есть отбиваю границы. Берем белок, натертый на мелкую терочку, и это будет у нас последний верхний слой. Аккуратно выкладываем скорлупку. Салат получится действительно нарядным, весенним и очень-очень вкусным. Из желтка, натертого на мелкую терочку, делаем верх, верхний слой, цыпленочка. Желток пушистый и очень красивый. Действительно получается цыпленок. Еще приделаем ему глазки, клювик и гребешок. Будет настоящий цыпленочек. Буквально за 40 минут мы вместе с вами приготовили весенний салат под названием цыпленок. Чем вам не цыпленок? Очень красивый, очень аппетитный. Хочется его скушать. Действительно вкусный, сытный и экономный получился салатик. Приготовьте и вы. Будь то на любой праздник, можно на каждый день. Это нарядно, красиво и вкусно. Готовьте, экспериментируйте. У вас всегда все получится. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Если понравился мой цыпленок, ставьте лайк, делитесь с друзьями, пишите комментарии. И до новых видео, и до новых встреч. Пока-пока.